Всем привет! В этом видео я начну собирать проект Tesla Pickup. Как только его презентовали, я понял, что хочу от что бы то ни стало его сделать. Тем более, что я обещал, собирая Quadro VTEC, что будет еще один параллельный проект. И это время настало. Прошу не относиться к этому проекту серьезно, хотя я намерен сделать его максимально похожим как по виду, так и по функциям. Это будет экспериментальный проект для общего развития и получения опыта. Я давно хотел поработать с некоторыми вещами, которые присутствуют в этом пикапе. Это, конечно же, электромотор, но скорее всего будет гибридная установка. Также мне очень интересна пневмоподвеска и конструирование полностью из металла, рамы и кузова, как это было в багги. Я думаю, еще по пути появится много идей, да и вы в комментариях часто предлагаете годные вещи. Донора для этого проекта не будет, так как не хочу под что-то подстраиваться. Будет полностью пропорциональная копия Теслы. Да и нет таких доноров, которые подошли под проект. Это можно наглядно посмотреть на примере. Все размеры Теслы вывел по двум картинкам с официального сайта. Не стал использовать 3D модели, которые сделали люди. Во всех них присутствуют ошибки. Тесла пикап аппарат безусловно стоящий. От такого подарка на новый год я бы не отказался. Хотя если подумать, в мире танков таким игрушкам не место. Зато заглянув в ангар по ссылке в описании, прямо сейчас вы получаете новенький АМР-35 в подарок. Сам же ангар будет украшен праздничными атрибутами. Нарядная елка, веселые снеговики, яркие гирлянды и многое другое. А украшая ангар вручную и поднимая уровень праздничной атмосферы, у вас со временем появляется возможность пригласить к себе 4 снегурочек, которые снабдят вас особыми ежедневными бонусами. Ненужные игрушки всегда можно переработать, чтобы получить другие полезные плюшки. А выполняя особые праздничные задачи, вы сможете открыть новогодние коробки с ресурсами и бесподобные торжественные стили для своих танков. Успей принять участие в новогоднем наступлении. Качай World of Tanks по ссылке в описании, где все новички получают подарок неделю премиум аккаунта. Шустрый танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. Итак, для постройки мне понадобится стапель или металлическая рама, на которой я и буду собирать кузов Теслы. А начну проект я именно с него. Купил для стапеля профильных труб размером 60 на 40 со стенкой 3 миллиметра. Скорее всего их я позже пущу на силовые элементы рамы, так как эта труба достаточно жесткая. Размеров на Теслу я пока не знаю, из стапель я буду собирать произвольной ширины. Также эта железка мне нужна для выравнивания плоскости пола. Поначалу с размером я буду отталкиваться от нее, она будет для меня нулевой точкой. Для выставления абсолютного уровня стапеля воспользовался лазерным уровнем. Промерил по углам высоту и приварил ножки. Стапель готов, можно приваривать к нему поддерживающие стойки для кузова. И как и всю раму я буду варить из квадратной трубы 40 на 40 миллиметров. Это логично, квадратная машина, квадратная труба. Хотя скажу я вам, в этом пикапе почти нет прямых граней. Здесь небольшой радиус, которым я в некоторых моментах пренебрегу. На стойке будет привариваться профиль, который начинает самую широкую грань в кузове Теслы. Самым главным моментом в конструировании такой поддерживающей рамы для элементов кузова это абсолютное соблюдение точности размеров. Нужно промерить все диагонали, чтобы они совпадали вплоть до миллиметра. Конечно, поначалу они не совпадут, но легким движением рук все это легко выравнивается при условии точности нарезки деталей. Закрепил полученный результат распорками, которые приварил крест-накрест. Нужна жесткость каркаса, чтобы сварка и неловкое спотыкание об раму не увело размеры. Получился жесткий каркас. То же самое действие я проделал с передней частью. Промерил диагонали общего периметра получившейся детали, и они идеально совпали. Следующие детали будут приварены для крыши. Для этого я также приварил поддержку из труб. Сразу по месту от элемента кузова отпилил лишнее, для получения острого угла. И немного промахнулся с размером. Пришлось допиливать деталь и ставить заплатку. Затем приварил зеркально трубу с другой стороны. Задняя часть крыши готова. Теперь то же самое нужно сделать с передней частью, на которой будет держаться лобовое стекло и капот. Перемычка соединит вершины этих треугольников. Поддержку можно убрать, а она тут уже не нужна. На этом моменте я заметил, что как-то не так смотрится крыша, но не придал этому значения и продолжил работу. Для боковых элементов мне нужно сделать угольник с изначально заданным градусом. По этому шаблону я буду приваривать боковые элементы граней. Но для начала сделаю отправную точку, а точнее вертикальную линию, которая будет называться нулем. От нее будут прокладываться все размеры, положения элементов и швов. Эта линия проходит вертикально через весь кузов, от вершины и заканчивая на стапеле. Для грани двери будет приварена поддержка, так чтобы угол оставался правильным и чтобы одна из стоек трубы была параллельна шаблону. Арки колес буду гнуть из одного элемента. Просто разрежу не до конца трубу и согну ее как надо. Кстати, в кузове нет параллельных линий. Все имеют небольшой угол. При всей, казалось бы, простоте компания Тесла сильно заморочилась над разработкой внешнего вида пикапа. Либо специально усложнила проект, чтобы он не был таким простым. При изгибе трубы получились дыры, которые я закрыл подогнанными под них элементами. Согнул заднюю арку и не смог подогнать ее на свое место. Промеряя раму, стал искать ошибку и я в конечном итоге ее нашел. Делал уже под ночь и совсем забыл про 5 сантиметров, которые должен прибавить к каждой стойке поддержки, чтобы кузов не лежал на стапеле, а был зазор как раз в эти 5 сантиметров. Забыл я их добавить только на передних двух стойках и вершине крыши. Обидно, конечно, но нужно это исправить. Вообще, за это начало проекта я допустил кучу таких ошибок, так как нужно работать с сотнями размеров, да плюс еще добавляются углы. Нужно быть очень внимательным. Но к концу дня это чувство притупляется и получаются эти ошибки. После исправления арка легко приварилась по своим размерам. Стыковал элементы по месту. Вот уже что-то стало вырисовываться. С правой стороны тоже приварил эти элементы конструкции. Самый низ двери выходит за стойку поддержки. В этом нет ничего страшного, но пока на нее не получится приварить металл, так как стойку можно будет убрать после полного изготовления кузова. Приварил заднюю стойку, где будет заканчиваться остекление задней двери. И трубу в верхней части дверей. С боковыми элементами я закончил и приступил к лицевому каркасу. Эта часть доставила мне тоже немало хлопот, делая ее несколько дней. После этого нужно все проварить и зачистить, чтобы прилеганию металла не мешали сварочные швы. Каркас я покрасил антикоррозийной краской, ведь после приваривания листов это будет невозможно сделать. Да, некоторая незначительная часть ее обгорит при приваривании листов, но от этого никуда не деться. Для кузовных элементов буду использовать обычный горячекатанный металл 2,5 мм. Я думаю, будет много вопросов, почему не нержавейку? Во-первых, она не дешевая. Во-вторых, она не практичная, чего стоит почесать отзывы пользователей DeLorean из «Назад в будущее». Хотя тут эти факты не работают, ведь это экспериментальный проект. Я думаю, много кто захочет видеть кузов из нержавейки. Давайте поступим так, вы можете принять участие в этом проекте, и может быть именно вам я в конечном итоге скажу спасибо, что изменили его. Я не могу с вами общаться онлайн, и если под этим видео наберется 200 тысяч лайков, например до 10 января, я поменяю обычную сталь на лигированную нержавейку. Тем более, у меня уже будут шаблоны кузовных элементов, а пока продолжу работать с обычным металлом. Начну обшивать заднюю часть. Длинной линейки у меня нет, и под руку попалась строганная ровная доска, которой я и воспользовался. Все буду вырезать на весу, что тоже удобно, и не нужно тянуться, как это было бы на столе. За все время этого видео сточил 32 круга на распиловку элементов кузова. После выравнивания двух элементов, понял, что лучше приваривать большой кусок и вырезать все линии по существующему каркасу. Так будет намного проще, и все детали точно будут подогнаны на свои места. Листы буду приваривать между собой после полной сборки и, скорее всего, полуавтоматом. Далее на очереди задние двери. Зазор между деталями делал в миллиметр, для дальнейшего выравнивания под 2-3 миллиметра. Следующими листами закрою сразу переднюю дверь и крыло, а уже после приварки разделю на 2 элемента. С верхними гранями дверей кузову стал придаваться объемный вид. После этого на точке приварил капот. Передняя кромка должна быть закруглена. Для того, чтобы придать ей радиус, приварил трубу к задней части и протянул шнур к капоту. Получилось что-то типа циркуля. Внутренний радиус возле стекла делать пока не решился. Нужно будет спросить у стекольщика, сможет ли он вырезать лобовое стекло по радиусу капота. Далее зашил металлом морду. Даже если у меня не получится сделать лазерную оптику, всегда можно поставить светодиодную линзу. Подвернулись колеса нужного размера и с похожим рисунком. Да еще и за хорошую цену. Правда не уставшие, но на первое время более чем хватит. Перед примеркой хочу приварить к кузову расширители крыльев. Так как кузов изогнут и арки находятся на одной плоскости, натяну шнур вдоль кузова. По нему буду выставлять расширители. Осталось поднять кузов и можно примерять колеса. По-моему выглядит круто. Высокий клиренс тоже подходит этому пикапу. Даже и не верится, что модель получилась настолько похожей и выглядит она очень брутально. Всем кто хочет поддержать проект чеканной монеты, все ссылки в описании. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, поделитесь этим видео. Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok